Вы один из более чем 8 миллиардов людей, живущих на Земле. Давайте увеличим масштаб. Наша планета всего лишь одна из восьми в Солнечной системе. В галактике наш район один из почти четырех тысяч. А если судить по тому, что мы знаем на данный момент, во всей Вселенной миллиарды галактик, которые, возможно, тоже растут. Очень маловероятно, что мы единственные живые существа во Вселенной. Наверняка должна быть еще какая-нибудь пригодная для жизни планета. Вот тут-то и возникает парадокс Ферми. Эта идея получила свое название от человека по имени Энрико Ферми. Еще в 50-х годах прошлого века он заметил, что если другие формы жизни существуют и могут путешествовать по космосу, то они уже должны были посетить нас. В наши дни у нас есть более совершенные телескопы, которые позволили ученым обнаружить более пяти тысяч планет за пределами нашей Солнечной системы. Но признаков жизни мы по-прежнему не обнаружили. На протяжении многих лет предлагалось множество решений парадокса Ферми. Возможно, существа из внешнего мира просто слишком далеко находятся для дружеской беседы. Мы видели это в кино. Космические корабли перемещаются между звездами так же легко, как автомобили по шоссе. Но в реальности проложить путь через космос – медленный и трудоемкий процесс. Даже нашим самым быстрым ракетам потребуются тысячи лет, чтобы добраться до ближайшей звезды. А если учесть необъятность космоса, то это все равно, что пытаться найти живую иголку в самом большом стоге космического сена. Мы вполне можем оказаться первой цивилизацией, возникшей во Вселенной. Это грустная мысль, и она также накладывает на нас большую ответственность. Если мы единственные, то должны сохранить жизнь на нашей планете не только ради себя, но и потому, что если мы исчезнем, то вместе с нами исчезнет и все живое. Вселенная существует уже миллиарды лет, но разумная жизнь, подобная нашей, появилась относительно недавно. Возможно, мы подобны первоцветам и просто ждем, пока все остальные догонят нас. В подтверждение этой теории, в 2015 году с помощью космического телескопа Хаббл было проведено исследование. И вот что оно показало. Из всех миров, на которых может существовать жизнь, только 8% так же стары, как Земля. Остальные слишком молоды и еще не достигли той стадии эволюции, когда жизнь могла бы процветать. Не исключено, что наши галактические родственники наблюдают за нами издалека. Возможно, ученый с другой планеты прямо сейчас изучает нас как примитивные формы жизни. Возможно, он наблюдает за нами, так же, как мы, за муравьями в муравейнике на уроках естествознания. Возможно, другая цивилизация просто не готова к взаимодействию с нами, потому что уже рассчитала точное идеальное время для нашей встречи. Итак, они замерли в состоянии покоя, в статусе гибернации. И, возможно, они правы. Зачем торопить события, если впереди целая вечность? Существует также мысль о том, что наша планета и мы, люди, просто недостаточно круты для других, чтобы с нами взаимодействовать. И этого не произойдет, пока мы не станем достаточно развитыми, чтобы нас приняли в выпускной класс галактической школы. А может быть, жизнь более хрупка, чем мы думаем? Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что жизнь зарождается именно в первые годы существования планеты. Именно тогда на планете достаточно прохладно, чтобы образовалась вода. Но такие условия могут продлиться недолго благодаря парниковому эффекту. Так что даже если жизнь появлялась во Вселенной время от времени, она так и не развилась до той стадии, когда могла бы выйти с нами на связь? А что, если решающее испытание жизни наступит гораздо позже? Некоторые философы считают, что цивилизации обычно уничтожают себя на определенном этапе своего технологического развития. И это может стать потенциальным будущим и для нас, просто мы пока еще не достигли этой точки. Возможно, мы создадим настолько умную и мощную технологию, что она приведет к нашему краху. Если это может случиться с нами, то кто скажет, что это не случалось с другими видами в прошлом на других планетах. Среди всех этих теорий есть одна возможность, которая одновременно тревожит и заставляет задуматься. Что если мы действительно одиноки во Вселенной, причем навсегда? Возможно, условия для жизни настолько редки, что Земля – единственный оазис в огромной пустыне пустоты. Самая мрачная концепция, разрешающая парадокс Ферми, называется «теорией темного леса». Впервые она появилась в 80-х годах прошлого века. Согласно ей, Вселенная – это аналог леса с привидениями. И другие виды играют там в прятки. Это расширенная версия выживания сильнейших. История Земли показывает, что менее технологически развитые группы обычно оказываются в худшем положении при встрече с более развитыми. Огромная разница в технологиях часто приводит к тому, что идея напасть первыми кажется лучшим вариантом. Если есть хотя бы небольшой шанс, что космические соседи могут нам навредить, их уничтожение может стать нашей единственной надеждой. Поэтому если галактика полна развитых форм жизни, нам разумнее избегать контактов. Другие цивилизации, вероятно, придут к такому же выводу. Даже самые мирные цивилизации могут почувствовать себя вынужденными напасть, чтобы выжить. Вот почему некоторые ученые критикуют идею отправки сообщений и считают, что искать их от других также бессмысленно. Но эта идея не нова. В рассказе 40-х годов под названием «Первый контакт» описывается первая встреча людей с цивилизациями другого типа. Две группы становятся друзьями, но не могут рисковать и позволить друг другу найти свои родные планеты. Они скорее уничтожат друг друга, чем поставят под угрозу свою безопасность. В другом рассказе «Кузница Бога» обсуждается опасность того, что наши сигналы могут дойти до враждебных видов. В нем сигналы Земли сравниваются с криками младенца, привлекающими волков. Это наводит на мысль, что мы можем оказаться в опасности из-за своей наивности. Теория темного леса также была исследована в радиоспектакле «Звонки издалека». В нем показано, как открытие инопланетной жизни на Плутоне меняет взгляды людей. Одни утверждают, что новости фейковые, другие пытаются осознать, что мы больше не одиноки. Но это также наводит на мысль, что, возможно, нам стоит сосредоточиться на собственных проблемах, а не тянуться к звездам. Даже если это все не звучит пугающе, то вот что я скажу. Уже несколько десятилетий мы посылаем сигналы о своем существовании в космос. К этому времени любая потенциальная цивилизация в радиусе 100 световых лет от нас уже получила наши сигналы. И если она достаточно развита, то будет точно знать, где нас искать. Если и есть какая-то причина, по которой мы должны от нее прятаться, то уже слишком поздно. Помимо галактических соседей, нам действительно необходимо продолжать поиски обитаемых планет по более насущной причине. Наша уютная Земля не будет существовать вечно. Когда наша звезда угаснет, вместе с ней угаснет и вся жизнь в Солнечной системе. По существующим оценкам, до того, как наша планета станет непригодной для жизни, осталось около миллиарда трехсот миллионов лет. Затем на ней станет слишком жарко для существования воды. А без воды нет жизни. По крайней мере, не в том виде, в котором мы ее знаем. Возникает вопрос, а что если существуют другие виды, которым для существования не нужна вода? Нашему типу жизни вода нужна потому, что она выступает в роли растворителя. Это среда, в которой различные химические вещества могут взаимодействовать друг с другом, создавая все живое. Некоторые новые исследования предполагают, что во Вселенной может существовать заменитель воды – углекислый газ. При определенных температурах и под определенным давлением он действует также, позволяя химическим веществам смешиваться. Если это правда, то список известных пригодных для жизни планет значительно увеличится. Конечно, мы, люди, скорее всего, никогда не сможем выжить на их поверхности. Но другие виды существ, возможно, могли бы эволюционировать для того, чтобы это сделать. Одна из планет, которая может обладать этими странными условиями для жизни, находится ближе, чем мы думаем. Венера. Ее атмосфера на 97% состоит из углекислого газа. Кроме того, она очень горячая и обладает достаточным давлением, чтобы поддерживать эту теоретическую модель.